Девушки отдыхают 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 Да при этом еще и на какое-то особое блюдо и его продегустировать, как говорится, не обжорство ради, а пользы для. Мне уже несколько лет назад тому рассказывали о том, что здесь по доме живет человек, который делает какую-то особую мамалыку, которую больше никто не умеет делать. Она у него какая-то слоеная. И вот сейчас мы напросились в гости Дмитрия Алексеевича, и он нам покажет не все, правда не весь процесс, но по крайней мере частями, как все-таки готовится слоеная мамалыка. Мне прямо самому любопытно. Иду в подмастерье. Я так понимаю, что ваше мамалыка готовится исключительно на открытом огне, да? Ну естественно, на открытом огне самая лучшая пища. Чтобы не приготовиться на костре этого, здесь самое вкусное, самое натуральное, так сказать, тем более с натуральными продукциями. Еще какие-то секреты, условия есть для того, чтобы приготовить фирменное блюдо ваше? Используя свой опыт, я вам скажу и поделюсь с вами. Самое главное, должно быть желание и вожить душу. Очень влияет на вкус. Серьезно? Да. И тем более, когда есть чего приготовить. Так, ну остальные ингредиенты классические, да? У нас кукурузная мука. Кукурузная мука. Обычная. Масло, сыр, бренза, молдавская, овечья. То есть. Ну так вроде пока ничего необычного. Все как оно... Да, сыр разъесть, ну как бы, так особо нет. Первые стадии приготовления тоже самое, не отличаются от стандартных. Буду посолить, все. А в чем же подвох-то, а? Нельзя мешать левую сторону. Только по чужой стрелке. Ну ладно, хорошо. Помешаем. Вы мне дадите помешать? Конечно. Хоть что-то мне доверят. Тоненькие стройки засыпаем. И мешаем. И постоянно мешаем. Усиленно, усердно. Так, вот я слышал, что теперь главное условие это мешать не останавливать, да? Да нет. Сейчас надо накрыть. И она пропаривается. Ага. Чистим лопаточку. И просто накрываем. Все. Так. Две-три минуты и опять будем помешивать. И теперь мы продолжаем регулярно помешивать, да? Да, 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 да. Вот так. Усердно. Нет, вы знаете, я хотел попросить, чтобы вы мне дали тоже помешать, но я смотрю, какими движениями уверенными вы это делаете. Я думаю, что тут... Это я могу уже и ночью делать. Да-да, думаю, что. Так, ну, в принципе, пока ничего необычного. Ничего абсолютно. Необычно будет потом в результате? Думаю, да. Надеюсь. Здесь, друзья, находится что-то типа летней веранды. Сейчас она закрыта от насекомых. Здесь может разместиться очень много человек. Но самое главное преимущество этого места в том, что здесь находится камин. И этот камин действующий. Камин абсолютно рабочий, как утверждает хозяин этого места, Дмитрий Алексеевич. Здесь можно находиться даже зимой. Веранда не вся застеклена, потому что если зимой растопить камин, то будет очень жалко. Я вижу какие-то домики, очень даже приличные, которые далеки от понятия сельский туалет. Вот здесь явно поработала в руках художника или какого-то мастера. Это зеркало? О, это зеркало, стекло. Здесь как будто эволюция. Начало, середина и уже шедевр искусства. Очень даже прилично. Вся территория этого места отдыха засажена деревьями. Хозяева сами следят за тем, как облагораживается территория. Высаживают деревья, кустарники, потому что находимся мы на склоне. Это все периодически либо всыпается, это все нужно удерживать корнями. Здесь посажены десятки орехов, берез, кусты роз, можжевельник, фруктовые деревья, всего очень и очень много. Вы представляете, сколько работы необходимо проделать. Сами хозяева живут наверху села Подойму. Они говорят, что под вечер у них даже бывает нет сил, чтобы подняться наверх, уже вернуться домой. И они спят прямо здесь. Очень четко видны цифры 300 килограммов. Этот якорь подняли со дна Днестра. Дмитрий Алексеевич установил его сюда вместе с женой. Я не знаю, какой надо силой и мощью обладать, чтобы притащить сюда 300 кг, но это не единственный якорь. Вот есть еще один. Этот чуть поменьше, он весит 200 килограммов. По-моему, очень даже так здорово они вписались в местный ландшафт. О, а это, наверное, то самое знаменитое место, где проводятся дискотеки у Дим Дим и Чей. Волк с гитарой, Заяц с баяном. А вот это, кстати, друзья, это танцплощадка. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. Здесь есть место для ночлега. Ты посмотри, какая она мягкая. Все, несите мне мамалыгу. В подойме есть свой трон из Игры Престолов. Я теперь, кажется, знаю, в чем особенность мамалыги у Дим Димыча. Мамалыга устанавливается на этот крутящийся стол. Стол начинают раскручивать, и ты должен успеть заскочить сюда. А если заскочил, то попробуй еще и съесть эту самую мамалыгу. Вот так. Я упаду в Днестр. В Днестр там. Он опять там. А теперь начинаем наш тур по беседкам. Две наверху уже были. Загибаем пальцы. Третья крутящаяся. Она идет, кстати, за две. Пятая. Пятая большая. Еще одна. Шестая. Просто огромная. И со своим мангалом. Тут нет голубей. Так, шестая. Скамейки. Скамейки. Всего очень и очень много. Еще одна беседка с видом на Днестр. И какой-то натянутый трос. Что-то мне подсказывает, что это сделано для какого-то удивительного развлечения. Может попробуем скатиться? Надо найти какое-то приспособление, по которому, как Джеймс Бонд, мы будем спускаться вниз. Возвращаем экстрим в нашу программу. Я не знаю, зачем здесь натянут этот трос, но мой разум сложил две вещи. Вот этот крюк и вот этот трос. Я вспомнил аттракцион в Карпатах. Ну что, попробуем? Провисает, друзья. Ну, немножко я прокатился. Я думаю, что на Юрия этот трос бы оборвался вообще. Потому что Юра как-то с лето запустился. По всей территории находятся такие изделия из шин. Дмитрий Алексеевич сам это все делал вручную. Говорит, в интернет заходил, смотрел, как это все выполнить. И сонку... Ой. Какой-то попивший дракон. Змей Горыныч. Дракон-верблюд. Дракон-верблюд. Ну, вот что-то красиво выполнено. Здесь, к слову, об укреплении склона проделана огромная работа. Но вот в частности, чтобы земля не осыпалась, вот такими шинами заполнили с камнями, песком и землей. Ну, это так. Надежненько. Я люблю свою лошадку. Причешу ей. Шерстку гладко, гребешком. Поправлю хвостик и что-то там в гости. Да ты сломаешь сейчас, Женя, слезь. Детство заканчивается только, когда попа не помещается в качель. Моя пока помещается. Чую, чую запах молдавской мамалыги. Кажется, она уже готова. Пойдем узнаем. Ну что, друзья, готова? Подождите, вот сейчас... Не-не-не-не, Женя, ты не к тому казану нырнул. Дело в том, что вот мы присутствовали при зачатках, скажем так. Подожди, Дема Малыга. Подожди. Сейчас она готовится. Мне сказали, что неофитом непосвященным нельзя присутствовать при финальных стадиях ее приготовления. В общем, там секретные какие-то ингредиенты, секретные способы приготовления. В общем, какая-то часть рецептуры от нас будет укрыта. Вот единственное, что мы в ближайшее время увидим, это то, как она... Да, и попробуем, как она будет выглядеть в рецептах. Короче, Дема Малыга, ты не знаешь. Пока, Дим Димыч, тебя убалтывал, Дмитрий Алексеевич свое дело сделал, да? Никто не знает, где. Молодец. Сейчас смертным вот в эти чертоги вход запрещен. А мы могли разбогатеть на этом рецепте, между прочим. Ну, не мы, а вы. Или наоборот. Нет, придется все-таки ограничить. Все будет так, окей. Увы, мы ограничимся только тем, что узнаем, как его это на вкус, увидим, как это выглядит. А вот рецепт останется тайной. Не будем терять время. У нас есть еще десяток-другой минут, пока последнее приготовление мамалыги. Тем более секретный ингредиент нам никто не раскрывает, да? Да, есть предложение сходить пока в село. Дело в том, что вот эта местность, друзья, где мы находимся, издавна называется «Помидорная столица». Еще так шутливо говорили, подойма подоймится «Помидорная столица». Здесь когда-то был колхоз миллионер, да, и в принципе, который занимался овощеводством в основном. И все местные жители, каждый у себя держит обязательно какое-то приусадебное хозяйство. И говорят, что они очень преуспели. Особенно в производстве томатов. В этом деле они лучшие в Приднестровье, наверное, в Молдавии и в Украине, да? То есть самые лучшие производители помидор на свете начинают еще зимой и заканчивают уже поздней-поздней осенью, буквально под Новый год. И нам очень интересно, как это все происходит. И Юра, как человек, который учился целоваться на помидорах, он сейчас нам это все продемонстрирует. Знаешь, на чем ты сейчас будешь учиться? Это не для камеры. О, кстати, Жень, смотри. Там вот женщины сидят вдоль дороги, и я уже отсюда вижу, что продают красивые, круглые такие спелые помидоры. Помнишь, мы в осенье, когда здесь ездили, здесь вдоль дорог сидит куча народу с грибами. Да, грибов очень много. Но время грибов еще, наверное, не пришло, такой массовых грибов. А, мне уже заказы поступили. Говорят, будешь в Каменском районе обязательно, говорит, бери с собой пакеты, бери с собой ведерки и что-нибудь оттуда привези. А как насчет помидорок всего, наверное. Лучше помидоры привезем. Идем, спросим? Пойдем. А по чем помидорки? По 5, по 6, по 8. По 5, по 6, по 8? А что это за сорт? Дельфин. Дельфин? Да. И русалка? Кто выращивает? А можно пойти посмотреть? А можно посмотреть вашу теплицу? Да. Мы наберемся наглости. Можно мы зайдем к вам туда в теплицу посмотреть, что вы там ворачиваете? Идите, посмотрите. Только я собирала, а сегодня огурцы там не найдете. А кот по чем? Не продается. Не продается? Ну да, такого я хуя тоже не продавал. Это у вас тут огуречная плантация, да? У-у-у, смотри, какие хачаные. Как хорошо спрятались дороги, да? Лягушка. Что, лягушка? Да. Такое какое-то образцовое хозяйство. Искали помидоры, нашли капусту. Причем, друзья, это вот первый попавшийся двор, в который мы зашли. Строенными рядами громадные кочаные капусты. И вот здесь вот в теплице, я смотрю, прямо вот целая плантация. Ну идем отсюда. Ну, тядь Кать, показывайте. Ой, а у вас тут печка буржуйка? Буржуйка. Это центральное отопление. Стоп, стоп. А вот сказать честно, я дуб дерева вот в тепличном хозяйстве. Я смотрю, что там вот труба торчит, а здесь буржуйка. Вы что, отапливаете эту теплицу? Нет. Дровами или газом? Дровами, дровами. И что, у вас и зимой здесь производство не останавливается? Зимой производство не останавливается, и это по второму кругу уже сажали. Да и приятно. Желтите. Можно посмотреть. Посмотрите, только вот, что-то надо опрыскивать, потому что они желтеют уже. Вот раз мне не погода какая-то. Да, да. А как это называется? Аккор. Аккор. Это все аккор? Да, да, да. Ле минор. Да. Мы с утра все собрали, да, уже? Да, я сегодня собирала, да, вот, немножко немножко. То есть, Катя, до какого времени можно будет собирать огурцы здесь? Ну, я знаю, да. Ноября, может, я знаю. Да, руками, да. У нас ведь Катя угостила своими огурцами аккорд, похожий на корнишоны. Маленькие такие. Хрустящий, да? Это неправильно. Катюрец дарит прохладу и, скорее всего, силу земли. Но надо не отрывая от грядки. Да вы, баденька, пэ. Начинается рубрика «Покажи свое хозяйство». Именно здесь выращиваются самые вкусные помидоры и подольки, да? Ну да, да. Самые вкусные. А в чем вот главная, не знаю, особенность их? Они на закатку хороши или, наоборот, свежим видишь? И на закатку, и кушать, и все. Они мясистые хорошие, вкусные, да. А когда начинаете работать в теплицах? В теплицах мы в это... Потому что говорят, что круглый год. 15 января мы это самое, сеем. А потом в марте, где-то 6-5 марта пикируем. Ну, потом пикировки уже 10 апреля уже в теплицу туда сажаем. Когда-то пытались подсчитать, сколько тонн помидор выращиваете? Ведер. Нет. Мамонька воловье сердце. Воловье сердце? Ну, оно такое, да, похоже. Ох, какая серьезная. И торка. Вот где проходит Хэллоуин. Я не знаю, как насчет Хэллоуина. Но я, кажется, догадываюсь, где средневековые сказочники черпали свое вдохновение. Тут реально колеса приделать, и можно с долушкой на бал ехать. Ух, чудовище. Так, на Хэллоуин мы приезжаем к вам. Ждем ла-ла-ла-платеньки в кабанке. Жень, есть тема для еще одного кадра. Вот. Рабочая кахозница, точнее, смотри. У нас символы программы будут не серп и молот, а серп и гопро камера. Мы снимаем, и мы иногда еще и трудимся. Давай. Ну, давай. Та-дам! Та-дам! Бурной овацией. Но она и выглядит уже необычно. Она, честно говоря, больше напоминает торт. Она как есть, как торт. Обычно она круглая такая. И режете вы ее, как тортик. Потому что можно нитку резать, но поскольку тарелка не дает, она имеет бубен. Не дает нам возможности порезать ее ниткой. Я не знаю, что традиционно обычно на ниточке так. Слушай, ну так вот составной кукурузный торт. Да? Да. А, зама до или после мамалыги естся? Кто хочет. То есть мамалыга ее можно кушать и естся. А можете хоть хлебом, вот крепче, по центру. Тут мамалыга будет принесла. Личный состав к приему пищи готов? Готов. Желаю, что помогал получать две порции. О, какая-то от меня польза. Следующая. Подожди, она точно на тортик похожа. Следующая, ребят. Так, Женя. А, вот. Тортик свеженький. Абана. Ни в чем себе не отказывай. Следующий. Ну что, вкусно хоть? Попробуем. Все наливки. Дайте наливки. Такой мамалыги я точно еще не ел. А вы, Евгений? Я бы присвоил ей звание мамалыга Наполеон. Это Наполеон среди мамалыга. Ну и по слоенности тоже подходит. Ну, Гринь. На твоем месте я бы сейчас выключал камеру и присаживался бы вон туда. Серьезно. Рекомендую. Те рекомендую. Друзья, вот и закончилось наше очередное путешествие на север. Мы открыли для себя новый горизонт и, надеемся, для вас открыли новое место отдыха и новый рецепт. Ингредиент секретный, которого мы так и не распознали. Там никто ничего не рассказал, но самое главное мы узнали, что здесь, в Каменском районе, есть много интересных мест, в которых мы еще не были и мы еще побываем. Поэтому оставайтесь с нами. Еще впереди много интересного. Пока-пока. Иди купайся. Женя, я не могу больше есть мамалыгу. Оставь меня. Я больше не могу. Юрий, плохо. Юра, Юра, какая мамалыга? Какая мамалыга? Мы еще из Террасполя не выехали. Ой, куда? Какая мамалыга? Поехали пробовать по дойму. Трехслойная. Давай, вставай. Что это было? Это было просто солнышко. Поехали, поехали. Едь без меня. Ну, без Юра так без Юра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!